Весь 4-й А чувствует себя в руссконародных костюмах удивительно раскрепощенно. Они знают наизусть много старинных песен, привыкли к музыке, танцам и веселым играм. Ведь все это часть учебной программы, которую разработали для них педагоги Лесногородской школы и сотрудники местного Дома культуры. Готовим мы эту программу с сентября, как начинается учебный год. Готовили мы это все, дети очень активно принимали участие, потому что это всем очень нравится. Это же игры, песни, танцы. Сложностей нет, все было хорошо, все было задорно и весело. Вся воспитательная работа у нас построена на истоках русского народа. И вот мы изучаем с детьми традиции русского народа, изучаем песни. Ездили в лабораторию русского костюма, мы примеряли с ними костюмы, и они все знают о русском костюме. На этот раз четвероклассники подготовили насыщенную развлекательную программу, посвященную Дню Кузьмы и Демьяна, старинному русскому празднику, и представили ее первоклассникам своей же школы. Празднуется этот праздник 14 ноября. Это праздник встречи зимы и проводов осени. Раньше говорили Кузьминки об осени поместье. Русский народ считал святых братьев Кузьму и Демьяну, похоровителями кузнецов и девушек-рукодельниц. Не сразу определись, что на сцене выступает обычный школьный класс. Выяснилось, что ребята – настоящие артисты, наделенные музыкальным талантом. Первоклассникам удалось не только познакомиться с традициями и приметами праздника, но и самим поучаствовать в некоторых играх, которые когда-то забавляли их давних предков в День Кузьмы и Демьяна. Песня «Марусь» Там были ложки деревянные. Мне очень понравились песни и все-все, что они показали. Мне понравилось, как они пели, играли на ложках, играли на аккордеоне и мне все понравилось. По мнению педагогов, школы, игры, песни и танцы позволяют ребятам чувствовать себя более свободно и уверенно, помогают раскрыть в себе таланты и глубже узнать культуру нашего народа. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова